вы ждали этого момента потому что он касается касается вас вы предлагали название как можно назвать рубрику я не нашел стопроцентного варианта но если вам не понравится может быть еще переименуем давайте тогда пока рубрику запустим название будет пока черновое из ваших предложений мне не нравится что-то обыгрывает второй раз мою фамилию потому что уже есть великий лук и все такое но у меня улыбнула немножко азлука тактическая азлука вот так вот назвать рубрику посмотрим и если если не зайдет то еще покрутим варианты в комментариях это всегда можно поменять ну и давайте двигаться первая буква это а и тут очевидный термин есть это конечно же автобус я думаю даже не знаю с чего тут начинать объяснять потому что это настолько устоявшееся понятие наверное можно погрузиться в историю и вспомнить что очень ироничным образом впервые слово автобус футбольном лексиконе скажем так мировом футбольном лексиконе потому что сам маурини употребил маурини при этом сам маурини подвелся к этой фразе как говорят у нас в португалии то есть там на еще раньше это было нормой но на мировой уровень этот термин вывел же за маурини и он обвинил в этом соперника то есть он сказал как говорят у нас в португалии они сегодня приехали и парк и припарковали автобус у своих ворот он так говорил про тоттенхем именно в матче где тоттенхем всей командой просто оборонял ноль-ноль и судя вот по такой возмущенной реакции маурини сделал это достаточно успешно действительно тот матч завершился в ничью и челси маурини это был челси его первый приход челси потерял очки и вот с тех пор этот термин используют уже в вообще футбольном мире во всех странах и в россии он тоже стал общепринятым бытовым и наверное это опять же повторюсь иронично же за маурини обвиняют в этом чаще чем любого другого тренера наверное и не потому что он чаще всех играет конечно мы можем взять цифры посмотреть кто из аутсайдеров чаще всех играет в автобус и конечно никогда будет не команда маурини наверное из-за рассинхрона в ожиданиях от его команд от ресурса который у него есть и частоты с которой он прибегает к этому приему давайте сформулируем более предметно что такое автобус автобус это обязательно на мой взгляд и вот следуя логике этого термина и наверное финальное доказательство это следуя тому что мы увидели в том матче когда маурини зародил этот термин это не просто передача мяча сопернику передача мяча сопернику может быть разной это передача мяча сопернику в сочетании с глубоким блоком то есть давайте вообще супер наглядно покажем приходится из марселя в автобус это конечно жесткое извращение но вся команда по сути располагается на своей плане поля поддерживается компактность ну и само расстояние которое нужно оборонить она низкая потому что команда уже опустилась предельно глубоко дальше мы переходим уже к деталям может ли быть автобус в рамках разных схем либо в рамках одной схемы тут я никогда не встречал никаких ограничений то есть неважно какая схема можно в любой схеме припарковаться это может выглядеть так это может выглядеть даже когда вот почти шесть футболистов опускаются в линию это уже детали суть такого построения конечно же лишить соперника пространство заставить скрывать массированную оборону где уже не за счет качества смещений идет оборона за счет просто количества футболистов которые участвуют в обороне дальше там уже используется максимально простой принцип достичь компактности во всех отношениях это означает то что команда располагается линии команд располагаются максимально близко друг другу последняя линия максимально близко к воротам и также это означает то что по ширине поля тоже максимальная компактность поддерживается что только в случае если мяч оказывается на фланге так кто-то из футболистов выдвигается и дальше вот все так вот пассивно держат этот блок вот это и называется футболе автобусом ну и наверное как я уже мельком упомянул наверное этот термин чаще всего все таки употребляют в уничижительном значении то есть редко редко автобусом называют маленькую команду которая действительно играет в таком стиле потому что ну это ожидаемо и че или зачем ее лишний раз пинать и часто называют вот конкурента по сути прямого конкурента твоего клуба или просто большую команду которая в том или ином матче применила тактику которая соответствует этим качеством я встречал обвинения команд в автобусе только за то что они отдают мяч на мой взгляд это неправильно можно отдать мяч но персинговать очень высоко и если ты играешь такой футбол и просто мало владеешь мячом за счет того как много переходов мяча от одной команды другой в матче я не вижу в этом проблемы и я не считаю что это можно назвать автобусом я считаю что вот автобус это да в рамках любой схемы но именно глубокая оборона такая вот компактность и пассивность без мяча без этого никак не строится автобус